Всем присутствующим здравствуйте! Собирался запилить спрощальный ролик по вихревой медицине, Но тут, как нарочно, возникла ситуация. Мне все чаще и чаще стали писать и говорить, что есть некие мои ролики, где я демонстрировал энергетические посохи, в которых есть влияние на состояние здоровья, а точнее на тех, у кого проблемы с этим здоровьем. Некоторые даже описывали, от каких болячек регулярно лечились с чисто просмотром. Лично для меня это не было удивительным, так как я же знаю, что такое биоэнергетика, и сам постоянно применяю в лечебных ситуациях. Особенно часто биодиагностику проводил с теми, на ком испытывал свои энергопосохи. То есть, перед воздействием проверял оболочку испытываемых, чакры и так далее. А после все это же проверял после воздействия. И хоть редко, но иногда проводил такую же диагностику и коррекцию биополя на расстоянии. Так что имею практический опыт. Но дело в том, что я никоим образом в своих выпусках не допускал своего личного использования биоэнергии. По идее, так сказать, фонить мог только сам энергопосох. Правда, я в курсе, что как в реале, так и через YouTube, некоторые не могут долго находиться возле меня и, как оказывается, просматривать мои выпуски. В реале, это обычно люди с содержимостью. Их нередко просто трясти начинают. Похожие ситуации, видно, происходят и в YouTube. Возможно, конечно, и такое, что включенный энергопосох суммируется с моими возможностями и это выплескивается на экран. Пока я сам гадаю на кофейной гуще и пытаюсь осмыслить происходящее. Уже подключил к этому десятки различных своих знакомых и некоторые интернет-каналы, в которых люди интересуются вифевой медициной и непосредственно мною разработанным энергетическим пососом. Кстати, уже много народа повторили мою конструкцию и вовсе эксплуатируют. Так вот, получил уже множество результатов, испытаний на добровольцах, которые мне описывали на каких моментах и что именно с ними происходило. Но осталось не совсем ясным, в чем именно произошло такое действие, всего-навсего записи, выложенные на YouTube. Поэтому я решил провести глобальный эксперимент, чтобы нащупать ту ситуацию, из-за которой произошло то, что произошло. Примерно на 20 минут я вам предложу поучаствовать в просмотре экспериментального воздействия моего энергетического посоха. До этого я его не показывал в активном режиме, только мельком в пассиве. Это самый большой энергопосох в моем арсенале. И, например, излучатели из фольги у него завиты не так, как на остальных. Тем не менее, я его часто использовал в своих местных экспериментах и он показал хорошие результаты. Цель моего эксперимента расширить количество испытаний и получить более глобальные результаты. Я буду создавать различные варианты, чтобы выяснить истинную причину такого влияния через простой просмотр ролика. Поэтому огромная просьба к тем, кто будет участвовать в эксперименте, писать отчеты в комментариях к ролику и сообщать результаты в прилагаемой мной форме. И теперь противопоказания и ограничения. Не следует смотреть этот ролик лицам с неуравновешенной психикой, эпилептиком, перенесшим инфаркт, инсульт и тем, кому противопоказаны, к примеру, сауны. То есть, опасные перегрузки. Вполне возможно, что именно для них будет максимальная польза. Но об этом я пока не могу ничего твердо сказать. Надо посмотреть, как будут реагировать более спокойные варианты. Еще не стоит планировать просмотр, если вам предстоит, допустим, сесть за руль. Если вы чувствуете, что вам становится тяжело из-за просмотра или какие-либо сильные реакции организма, то следует приостановиться. Смотреть нужно не более одного раза в сутки. Желательно снять металлические цепочки и браслеты. Именно металлические, так как для биоэнергии замкнутый контур также является препятствием. Поэтому возможны искажения биополя во время воздействия. Еще желательно заострить внимание, каким устройством вы пользовались для воспроизведения. Так как мне передавали, что действует как со стационарного компьютера, так и ноутбука, планшета и даже мобильника. Если у кого-то мелькнула мысль, а это плацебо, то несколько пошатну отмазку. Доказано, что действует даже на младенцев и тех, кто не в курсе происходящего. Итак, приступим. Проводим первый замер. Сейчас энергетический посох выключен. И мы проверяем, есть ли у него биополим. Как видим, биополя сейчас у него нет. Включаем энергопосох и проверяем, в данный момент есть ли у него энергополим. Как видим, у него появилось энергополе. Примерно прикинуть расстояние где-то сантиметров 35-40. Берем ниже. Выше. Вот сейчас мы видим, что появилось некое энергополе, которое излучается этим посохом. Что и побудило его к особым условиям и к особым возможностям. Вот из-за этого энергополя он получается, что воздействует на оболочку живых организмов и накачивает ее. Конечно, это энергополе не такое настоящее, как есть в живых организмах. Оно более, так сказать, синтетическое. Но тем не менее, это энергополе действует и оно распознается как настоящее энергополе. Теперь проведем ряд экспериментов. Сейчас вы не знаете, включено излучение или не включено. Причем я буду давать включение и выключение, то есть излучение энергии, произвольное время, чтобы вы не могли программироваться на то, что он включен или нет. Вот сейчас неизвестно, включен он или нет. Я могу попытаться действовать своим полем, то есть свою силу включаю. И можете почувствовать разницу, например, вот сейчас с этим состоянием. Теперь, опять же, какое-то другое состояние, то ли включен, то ли выключен, вам это следует почувствовать. Если вы почувствуете какое-то воздействие, или в прошлый раз, или в этот раз, вы себе отмечаете по времени. Мне нужен тайминг. Вот сейчас я опять даю энергию. Еще дополнительно раскручиваю его, если он, конечно, включен или выключен. Вы это не знаете. Продолжение следует... Сейчас я не влияю на эту технику. То есть сейчас или идет воздействие, или не идет воздействие. Вы опять можете об этом сделать отчет. Продолжение следует... Вот сейчас непроизвольное время он был то включен, то выключен. Вы об этом не знаете. Но на сей момент он включен. И вот сейчас при помощи самого посоха и своей энергии я полностью даю максимальную энергию на вас. Она абсолютно нейтральная, рассчитана только на то, чтобы подправить вам оболочку. То есть ее увеличить. Еще, как показали эксперименты, возможно, что я когда прикасался к посоху, к его излучателям, тогда было максимальное воздействие. Попробуем. Хочу напомнить, что сами излучатели они изолированы. На них пленка. Поэтому я не прикасаюсь к самим излучателям, а только через изоляцию. Теперь я еще проведу по несколько минут. Несколько вариантов уже без себя, без своей энергии. Сейчас идет запись. Вы не знаете, включен он или выключен. Но несколько минут прошу обратить на это внимание. Будет оно действовать или не будет. Своё воздействие я, конечно, не включаю. Продолжение следует... 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 На этот раз опять еще пару минут эксперимента. В данный момент тоже неизвестно, включен он или выключен. Хотелось бы, чтобы вы сами об этом сказали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь опять... Он включен... Я подаю энергию... И смотрим в зависимости от того, что я делаю... Продолжение следует... 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 Теперь последнее. Сейчас энергопосох включен. Можем убедиться по индикаторам. Все эти индикаторы статические. Именно для статики, динамично естественно статики. То же самое с неонкой. Значит смысл этого сейчас опыта или эксперимента. В чем дело? Дело в том, что еще... Экспериментаторы шлют такие сообщения, что еще действовало тогда, когда посох находился... Я показывал эксперименты с водой. И в этот момент у испытываемых, ну так будем их называть, были кое-какие симптомы при этом. Поэтому сейчас посох стоит... В специальной емкости с водой. Вот здесь вот я намотал просто ленту. Такую же фольгу, которая намотана и здесь на излучателях. Закрепил ее. И она опущена, ее конец в воду. То есть стоит тазик с водой с опущенным концом. Такой прямой связи здесь нету, так как здесь изоляция и здесь изоляция. Но тем не менее, то что идет статическое излучение, оно естественно проходит через весь металл. Который здесь может даже вот, как вы видите... Вот расстояние какое сейчас сантиметров двадцать где-то. И вы видите, что оно горит. Значит, сейчас низ находится не в воде, но вот эта лента, закрепленная здесь, находится в воде. И вот сейчас мы будем экспериментировать именно с этим обстоятельством, как идет реакция на воду. То есть именно при экспериментах с водой получался какой-то странный результат. Вот то, что вы почувствуете, тоже хотелось бы, чтобы вы отписали. Продолжение следует... Вот сейчас я около воды датчик ставлю и вот видно, что он светится. То есть я не опускаю даже конец металлический, там просто рядом с водой. И вот уже видно, что индикатор горит. Уже не от посоха, а именно от воды. Все. Эксперименты закончены. Вы посмотрели мною предложенный эксперимент. Надеюсь, что извлекли из этого некую пользу и, возможно, многие из вас поменяли свое мировоззрение. Но, возможно, ничего не произошло. Я пока этого не знаю. А эффективность дистанционного воздействия вы опишите в комментариях. Может быть, мне придется удалить этот ролик. А может, наоборот, я продолжу изыскания и буду выкладывать их регулярно для поиска наилучшего эффекта. И последнее. Теперь подумайте. Если мне удалось практически в одиночку достигнуть подобных результатов, конечно, имея огромный активный опыт в сфере электроники и еще получив знания и практическое применение в биоэнергетике, то, что можно говорить об исследованиях в подобной сфере еще со сталинских времен, около ста лет, несколькими закрытыми исследовательскими институтами, которые пытались найти способы дистанционного влияния на массы. И как нельзя лучше для этого подходят телевидение и интернет. Я уже около 20 лет не смотрю основные пропагандистские каналы и политические реалити-шоу. Так как очень хорошо чувствую это незримое энергетическое негативное давление. А последние лет пять вообще не смотрю даже новостные каналы. Ищу в инете только то, что не заражено вирусом обыдлячивания. Может дойдет до вас и прояснится мозг от вируса, уничтожающего в вас логическое и рациональное мышление. Кстати, попрошу всех, кто уже сделал посохи, по моим рекомендациям, не экспериментировать с дистанционным воздействием, пока с этим следует тщательно разобраться. Теперь возможно, вам станет понятнее, почему я разоблачаю мошенников и аферистов. Так как борьба с энергетическими и физическими паразитами, это практически то же самое, что с интернет-аферистами. Так как они есть паразиты на теле интернет-сообщества. Они опаснее даже реальных, так как в первую очередь сжирают мозг. И так уже изрядно сплющены политической пропагандой. Всего вам доброго. Надеюсь, не прощаемся. Спасибо.